Привет, я Александра, это минута с налоговым консультантом. Сегодня мы говорим о том, в каких случаях граждане Украины не обязаны подавать годовую декларацию о доходах. Об этом сказано в пункте 179.2 статьи 179 Налогового кодекса Украины. Обратите внимание, сформулировано очень интересно. В частности, терминология кодекса звучит следующим образом. Обязанность налогоплательщика по отношению подачи годовой декларации о доходах считается выполненной. И декларация не подается, если субъект получал следующего вида доходы. И у нас перечислено 4 пункта. Первый из них это доход, выплаченный налоговым агентом, но не попадающий под определение совокупного годового дохода физического лица. Например, это могут быть командировочные или суточные, которые работодателям были выплачены, но не попадают в ваш общий объем налогооблагаемой базы годового дохода. Следующий пункт. Доходы, полученные исключительно от налоговых агентов, независимо от вида и суммы, выплачиваемых вам доходов. То есть, если вы получали доходы не только в виде заработной платы, любые виды доходов, но от налоговых агентов, то есть от тех субъектов, на которых лежит обязанность удержать с вас налог и перечислить его в бюджет. Ваша обязанность по подаче декларации считается выполненной, и вы декларацию не подаете. Следующий пункт касается продажи, дарения и обмена имущества. Это движимое имущество, недвижимое имущество, но если вы в течение года, налогового года, получали доход от продажи такого имущества, который не облагается налогами, облагается по нулевой ставке, или налог удерживается, оплачивается в момент нотариального удостоверения сделки, тоже считается, что декларация о доходах уже подана. И последний пункт это наследство, то есть если вы получили наследство, и точно так же налог либо был удержан в момент нотариального удостоверения приема наследства, или же он не предполагается к оплате, например, это наследование от родственников первой степени родства, в таком случае ваша обязанность подавать налоговую декларацию уже выполнена. В принципе, эти виды доходов, если вы прям хотите их задекларировать, это тоже будет нормально, потому что налоги с них уже удержаны, вы просто укажете эти сведения в декларации. Ну, особенно это важно, когда у вас есть прочие доходы, которые стоило бы тоже указать и обобщить. Но мне важно, чтобы вы понимали, как налоговый кодекс рассматривает вот эту обязанность по декларированию. Поэтому у нас на этом все. Всего хорошего. Пока.